Сегодня знаменательный момент. Я купил себе часы из рестора, но каково будет ваше удивление, когда я скажу вам, что это не Apple Watch. Но если не Apple Watch и рестор, тогда какие? На самом деле штука довольно редкая. Называется Lometric Time. И по факту это даже не совсем часы, потому что эта штука умеет показывать ну вот реально все, что угодно. И погоду умеет показывать, и количество лайков на фейсбуке, и когда подъезжает ваше такси, и... Это, черт возьми, колонка Siri, часы или что это? Смотрите, награда Красная Точка 2016 год. Между прочим, довольно престижная премия. Честно говоря, часы довольно редкие и очень дорогие. На минуточку целых 15 тысяч рублей. Но я вам так скажу, это, пожалуй, один из лучших подарков, который вы можете сделать своему другу-блогеру, или не обязательно блогеру, а вообще кому-то, кто за чем-то следит. Потому что эти часы-счетчик, они умеют считать абсолютно все, в том числе количество подписчиков на YouTube. Я все ждал и ждал, когда мои друзья подарят мне такие часы, в итоге не дождался, пришлось покупать самому. Обратите внимание, что на них нету дисплея. Ну, то есть, если вот так сейчас на них посмотреть, похоже на Bluetooth-колонку. Слева динамика, справа динамика. Экран находится спереди, и, ну, он вообще никак не похож на экран. К сожалению, в этих часах нету встроенного аккумулятора, питаются они от microUSB, который вот идет в комплекте. Он при этом довольно длинный. Даже не знаю, ну, примерно где-то метра полтора. И, что интересно, блок питания идет с американской вилкой, но при этом есть переходник под китайскую и под стандартную европейскую. Сначала снимаем одну вилку и вот так на щелчок надеваем другую. И все это дело в сеть. Как только мы подключили их в сеть, экран подает признаки жизни. Кстати, довольно необычный, не похож ни на жидко-кристаллический, ни на светодиодный. Я даже не знаю, с чем его можно сравнить. Очевидно, что для начала их нужно подключить к Wi-Fi и настроить с помощью специального мобильного приложения. Дальше через смартфон эти часы подключаются к Wi-Fi для автономной работы, как раз-таки для того, чтобы получать информацию из интернета о Папгоде, о Твиттере, о лайках и о вот этом всем. После подключения этих часов к Wi-Fi мы сразу начинаем видеть время, а также погоду. Смотрите, на сегодня можно посмотреть погоду, на завтра. Можно даже послушать радио, потому что здесь есть встроенные колонки. С помощью этого радио можно, ну знаете, как в фильмах настроить, чтобы там ваша любимая волна включалась по будильнику там в 7 утра. Довольно прикольно. Также есть секундомер. Не знаю, зачем он нужен в этих часах, но он тут есть. А также таймер на 15 минут изначально. Опять же, не понимаю, зачем он здесь нужен. Это все стандартные предустановленные приложения, но, как я уже говорил, эта штука умеет читать все. И дальше в дело у нас идет смартфон. Нажимаем на настройку наших часов, и у нас изначально, вот видите, все те приложения, которые я только что переключал. Нажимаем на смартфоне. Сразу же все это дело переключается на часах, но самое интересное находится в магазине приложений. Тут есть, посмотрите, даже бегущая строка информирования о Формуле 1, то есть о том, как проходили заезды. Даже такое тут есть. Но меня в первую очередь интересует YouTube. Именно с этой целью я и покупал эти часы, чтобы было видно количество подписчиков. И, как вы можете заметить, она самым первым идет даже над Фейсбуком, даже над Твиттером, даже над Инстаграмом. Осталось только добавить свой аккаунт на YouTube, чтобы в реальном времени можно было отслеживать количество подписчиков. Прикиньте, насколько это круто. В приложении находим мой канал, выбираем его, и, по идее, здесь сейчас должно показываться, да, мое количество подписчиков, а именно 1 миллион... Э, нет, вернись, вернись. 1 миллион 753 тысячи 666. Но вот дальше, знаете что? Во-первых, нужно время перевести в 24-часовой формат и вот эти вот Фаренгейты убрать их, знаете, потому что вот на улице сейчас 82 градуса по Фаренгейту. Сколько? Много? Мало? Шорт одевать? Непонятно. Открываем погодку и смотрим, смотрим, смотрим. Фаренгейты переводим в Цельсию, а скорость ветра переводим в километры в час, чтобы нам все было понятно. Ну и вот совершенно другое дело, смотрите, 28 градусов по Цельсию. Относительно тепло, правда вот дождик, не камильфо, 22 километра в час. Супер! И режим 24 часов, то бишь сейчас 15-29. Все как у людей. Давайте посмотрим, что еще из интересного здесь есть. Допустим, по категории социальной сети. Количество подписчиков на Ютубе, лайки на Фейсбуке, твиты, количество подписчиков в Инстаграме, количество подписчиков на Твиче. Вы никогда не задумывались, как эти приложения вообще получают все эти данные? Погоду давайте посмотрим, что нам еще здесь могут показывать. Смотрите, ультрафиолетовые индексы всякие, когда у нас восход, когда заход, молнии и куча-куча всего другого. Даже... что это? Охренеть! Даже температуру воды в реках может показывать? Это, черт возьми, самые умные часы, которые я когда-либо видел. Смотрим, что еще есть. В категории развлечения. Is it weekend yet? Что это означает? Просто офигенное приложение для любителей потусоваться, которое показывает не дни недели, а только конкретно сейчас. Выходной или не входной. По-другому. Едем сейчас тусить или идем работать. Охрененно, надо его добавить. Даже зацените, есть приложение, которое показывает ваш текущий рейтинг в Overwatch. Что? Ну а также здесь полно просто различных мотивирующих или просто развлекающих надписей с анимацией. Типа как вот эта, которая просто показывает надпись «Почему не Зольберг?» и я так понимаю, он еще и танцует. Ну да, просто написано «Почему не Зольберг?» и вот он танцует. Почему бы и нет? Такое тоже есть. Помимо всевозможных приколюх, есть еще и действительно полезные счетчики. К примеру, вот этот довольно мотивирующий. Это счетчик, который показывает, сколько дней вы уже не курите. Я думаю, что это было бы, наверное, полезно. Я просто сам не курю, не знаю, но наверняка есть люди, которые хотят бросить курить и такие надписи, ну, наверное, все-таки будут их мотивировать бросить это дело. Тем временем, смотрите, количество подписчиков-то растет. Это тоже мотивирует? Ну, короче, прям куча, куча различных приложений сюда можно установить. В том числе и курсы валют, и курс биткоина, и рынок акций, и вообще все-все-все, что угодно в мире, все, что исчисляется цифрами и числами, можно вывести на эти умные часы. Насколько я знаю, там даже можно разрабатывать и свои приложения, то есть, если вы хотите что-то свое, там, открытая API. То есть, если вы разработчики, умеете писать приложения и разбираетесь во всем этом, то можете написать свою версию программы, загрузить ее сюда. Единственное, чем вы будете ограничены, это не самым большим дисплеем, который больше напоминает даже не экран, а скорее бегущую строку. Вот знаете, говорят, Apple Watch, Apple Watch, самые крутые, самые умные часы, но я вот буквально покопался всего 5 минут в магазине приложений для этих часов, и мне кажется, что здесь уже приложений намного больше, чем Apple Watch. Ну, как минимум, видели ли вы бегущего зоя для Apple Watch? Я вот, честно говоря, не видел. А давайте-ка протестируем качество звука. Ну, в общем, вот такой максимальный звук. Это, конечно, не Bluetooth-колонка JBL, напоминаю, что это радио, и, в принципе, я думаю, что со своей задачей, а именно поднимать владельца по утрам, такой музыкой, я думаю, она справится. В общем, на этом обзор можно закончить. Самые основные функции этих часов я перечислил. Все ее возможности перечислять можно будет очень долго, потому что вы видели этот магазин приложений, там реально есть счетчик всего на свете. Но все-таки самая основная функция этих часов, конкретно для меня, да и, в принципе, для любого блогера, в том числе начинающего, это счетчик подписчиков на YouTube в реальном времени. Сейчас я эти часы переподключу, поставлю около рабочего компьютера, буду смотреть на эти числа, и они будут меня мотивировать для того, чтобы выпускать новые ролики. На этом у меня все. Если кому интересно, часы называются LaMetrix, ссылок в описании не будет, потому что это не реклама. Напоминаю, что я их купил себе сам, потому что они крутые. Меня зовут Тимур, и я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Счастливо! Счастливо!